Как уберечь себя и свою семью от мошенников? Почему в современном мире важно быть финансово грамотным? И где в Ненецком округе с малых лет обучают правильно обращаться с денежными средствами? Ответы на эти вопросы наша съемочная группа получила в Ненецком региональном центре развития образования. Там прошел семинар «Финансовое мошенничество». С подробностями Любовь Пермякова. Специалист Центробанка России рассказывает о самых распространенных видах мошенничества. С каждым годом схемы аферистов становятся изощреннее. Один из популярных способов – вымогательство денег у россиян – звонок с незнакомого номера или сообщение об одобренном кредите под страшно выгодный процент. Этот вид мошенничества работает безотказно. Как не дать мошенникам себя обмануть – главная цель сегодняшнего семинара. В нашем регионе, чтобы обезопасить жителей от псевдобанков и их лжесотрудников, а также повысить финансовую грамотность, разработан план мероприятий. Центр развития образования активно участвует в его реализации. Мы сотрудничаем активно со Сбербанком и также с Департаментом финансов и экономики Ниньского автономного округа. В прошлом году мы реализовали целый ряд мероприятий. Мы участвовали в неделе финансовой грамотности на федеральном уровне, провели экономический диктант для наших педагогических работников и всего населения Ниньского автономного округа. Также мы провели ряд лекций по финансовой грамотности для наших школьников и для наших педагогических работников, и для всех желающих. Также по договору со Сбербанком существуют две пилотные площадки по финансовой грамотности. Одна из них создана на базе детского сада «Кораблик», вторая находится в пятой школе. Инновационная площадка для детей и молодежи в образовательном учреждении успешно работает уже второй год. Безусловно, ведется целый ряд мероприятий. Это, во-первых, лекционный характер во время уроков, во-вторых, это курс видеоуроков от Центрального банка Российской Федерации, так называемые онлайн-уроки по финансовой грамотности. Ряд конкурсов, викторин, экскурсии, в частности, расчетно-кассовый центр. Сбербанк предоставлял нам площадку для экскурсий. А почему, как вы думаете, в современном мире нужно быть таким финансово подкованным? Я задавала этот вопрос своим ученикам. Они первое, что ответили, это важно не наткнуться на мошенников. Важно обладать этой информацией в первую очередь для себя, для своих бытовых знаний, чтобы уберечь родителей, себя самого и друзей. В регионе ведется обширная просветительская работа департаментом финансов, средствами массовой информации, социальными службами и сотрудниками УМВД России по Нинецкому округу. Но, к сожалению, число обманутых граждан продолжает расти. В общей структуре мошенниц 62% составляет деяния в сфере информационных технологий. Несмотря на реализуемые мероприятия, в конце июня в течение нескольких часов в управление поступили заявления от шести граждан, в отношении которых совершены хищения с банковской карт. При этом с данными людьми сотрудниками полиции проводились профилактические беседы. Одна из самых распространенных схем мошенничества с банковскими картами выглядит так. Вам звонят из банка, представляются работниками службы безопасности и сообщают, что с вашего счета произведен несанкционированный денежный перевод. Предлагают решить проблему по телефону. На такую уловку уже не раз попадались жители региона. «Пошла, как он сказал, банк, сняла со своей карты 165 тысяч рублей. Всё это время я разговаривала с ним по телефону. Потом он сказал, чтобы деньги сохранились, нужно их положить на счёт в Яндекс.Кошельке. А на следующий день я получу новую карту, и эта сумма будет уже на ней. Я так и сделала». Не менее распространённой схемой обмана являются фиктивные интернет-магазины или сайты двойников реально существующих торговых брендов. Мошенничают и, так сказать, частники граждане, которые якобы продают какой-либо товар. Так житель Наринмара Евгений по собственной воле остался без денег и снегохода, на который успел оформить кредит. При покупке в интернет-магазине его не смутило то, что деньги нужно перевести до отгрузки товара. «Мы решили купить снегоход. В интернете наткнулся на выгодное предложение от компании Фас Моторс. Сразу же позвонил туда. Мне сказали, что доставят технику бесплатно. Отзывы были только положительные, поэтому я в июне всё-таки решился и взял кредит в банке за покупку данного снегохода. Возле подписания электронного договора при помощи сбербанга онлайн я перевел Фас Моторс 670 тысяч рублей. Позвонил туда, мне сказали, что деньги поступили и со мной свяжутся за два дня до отгрузки техники в Наринмаре. Через месяц мне пришло сообщение, что товар отгружен. Я стал взрослым. В целом никто больше не отвечал». По словам специалистов, 90% мошеннических операций с банковскими картами происходят только потому, что люди не знают, как правильно поступить. «При покупке товаров и услуг в сети интернет необходимо заходить только на проверенные сайты в интернете. Никаким образом не рекомендуем осуществлять денежные средства с банковских карт в пользу физических лиц, которые торгуют товарами или услугами, так как это является часто мошенническими действиями». При этом банк прилагает все усилия, чтобы сохранить денежные средства клиентов. Но мошенники тоже не сидят сложа руки, а придумывают новые схемы электронных краж. Специалисты напоминают, что сотрудники банков никогда не звонят клиентам для уточнения какой-либо информации. «При возникновении каких-либо сомнений можно обратиться в колл-центр по телефону с обратной стороны банковской карты и уточнить при любых подозрениях. Никаких движений и так далее, денежных средств, пин-кодов и так далее наши сотрудники не спрашивают». Помните золотые правила. Всегда проверяйте информацию, не сообщайте никому данные своей карты, не вкладывайте деньги в сомнительные предприятия с якобы высокой доходностью. Если вас обманули, обращайтесь в полицию.